друзья добрый день приветствую вас на моем канале мы на даче с мамой мама он на грядках как всегда в позе бегущего египтянина вот вчера приехали после работы погода замечательная в питере облачно сегодня у нас на даче вот такая красота тепло я в шортиках даже можно и футу этот свитер снять просто с утра было немножко ветерок прохладно сейчас вообще тепло я занимался сегодня сараем тут взяла это с плесенью боролся губка и взял это щелочь развел стен стенку эту оттирал опять перчатка резиновая дырочка было так чувствую палец щиплет такой химический ожог щелочью еще хотел вам показать посмотрите нас неделю не было за неделю сколько красных ягод появилась не знаю видно там не видно завтра наверно пособираем немножко он там поспели уже ведь не крупные но немножко спеют еще красные ягодки так что здесь как ни странно три помидорки такие маленькие он там еще зеленые вот так лучок уже подрос две строчки но здесь вообще все буйно петрушка петрушка что-то какая-то смешная такой сорт столь кинза уже переросла в цветы укроп лук смотрите стрелы какие долги в общем вот такие дела посмотрю сейчас сарае что там надышался это щелочит уже в маске в одноразовой был вроде но видите бледнеет конечно но не знаю до конца поможет нет я прямо два раза проходил все эти места побледнело существенно конечно но здесь не знаю не очень в общем вот эту всю стенку большую опять все вещи отодвигал всю эту большую стенку здесь еще не высохла здесь только закончил я вот осталось следующий раз вот эту стенку поделаю немножко и вот здесь где лопаты стоят тут тоже малость как ни странно там нет ничего та стенка тоже нет ничего в общем как-то одна бока еще хотел вам сказать что сегодня юра сосед вроде бы взял наконец-таки он себе насос лодку накачать говорит давай поедем на озеро съездим так что может быть после обеда или как съездим на озерцо я что-нибудь там немножко поснимаю бочки вот смотрите нас неделю не было был тут пару дней дождей пару дней дождики целую бочку дождевой воды налила отсюда то что я делал неделю назад для поливки дождевая водичка у нас целая на этой стороне тоже вот смотрите где сетки не было кусты пустые все птицы там склевали под сеткой он немножко красненькие есть конечно тут совсем малюсенькие но тем не менее здесь мама цветочки сажали с наташей вот такие голубенькие вылезли это шагать гвоздички что ли называются для васильки какие-то вот эти тоже будут зацветать какие-то еще лучше всего растут ромашки что дикие что не дикие там их целая грядка они сами по себе растут за ними ухода никакого не нужно дергает а вот это сосед сказал немножко кустик сморода какие-то мама говорит ну сморода четвертом году ни у кого нет а вот маленький куст крыжовника он тоже с ягодками немножко первый раз здесь тоже есть первый раз в этом году какие-то ягодки вот мама занимается цветами ромашки говорю лучше всего сами по себе растут за ними ухода не надо но они похоже сами разрослись сами по себе просто и там тоже в общем вот такие дела друзья ну вот мы сейчас с юрой соседом собираемся позвал он меня собрали лодку причин дал и на его машине сейчас поедем по дороге не буду комментировать посмотрите как он быстро едет там где я тащусь 30 километров в час евро обычно ездит шустро он наш час такого мама там сидит на ступеньках и он сам не привозил вот это верботик а рыбой потом эти подоконники вот такой ширины у меня ступеньки ловушка куски бакелитовой фанеры начали диабет С одной стороны, конечно, перейдем. Нагрязнили, все побросали, на машинах приезжают и свинячит. Ничего за собой не убрать. И банки, и колеса. Плащ. Рваный, да? Плащ. Сейчас раз там разрубленное тело. Бутылок полные. А, нет, пластиковые какие-то. Мусор. Здесь сжигали что ли костер какой-то, смотри, брус это какого-то. И здесь он тоже. Отдыхала, видать, компания. За собой не вывезли. Пошли. Здесь лужа какая. По краю. Если где-то, не знаю, здесь или здесь, поедешь-то. Слушай, а это что такое белое-то? Ой, здесь муравейник. Яйца муравейник. Наверное, или нет. Или с дерева что-то. Нет, с дерева, наверное, что-то. С дерева. Ну, со стороны Финляндии, да. Звук там, а сам самолет он там уже. Хорошо видно. Поснимаю чернички. Ага. И тут он весь приборок. Ой, весь приборок. Мелкая, конечно, еще. По пути идем, пошли. Такая дорога. Чего? Сама по себе такая. С горы, вон, стрелки нарисованы, да? С горы, вон, говорю, вниз спускаться вниз. Спуск такой, мама, не горюй, потом подниматься. Ха-ха-ха. Вниз все тут, дорога к озеру. Я говорю, вот так какой-нибудь дождь пройдет. Представляете, какая глина? Вот заехал туда на машине, обратно и на внедорожнике не поднимешься. Да. Такой подъем. Тут все водой будет течь. Поток. Поток, да. Тут под низом глина. Угу. Тут уже вон, какие-то и палки подбрасывали. Ну, а здесь вообще вон, болотина. Ну, попробуй на эту горку заехать еще в такую высоту-то. Потому что у них эта хуйня будет тяпляшка. Мост. Ой. Где-то надо вокруг тачку тащить. Тут вообще болотина. Вот как раз с этой горы тут все дожди сюда истекли и стоят тут. Все, вон, а, вон тропинка есть слева. Все, здесь болотина. Давай я хоть понесу телегу-то. Здесь вон гора начинается, гранитная. Это я. Такая заросшая. Она потом такая высокая будет. Идем вокруг. Там дальше гранитная такая скала. Она просто заросшая. Мухом вся не видно. О, высотой из дерева гора. Метров, наверное, 10-12, наверное, если не больше. Такая отвесная. Да, если не выше. Там просто наверху еще деревья растут. Он даже солнце скрывает. Здесь, между камней. Да, это же А4. Ну, ну. Вот, иди сюда. Вот, смотри. Видишь? Да, 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 да. Солнце скрылось высоко. Да, наверное, с пятиэтажкой будет. Да. Такая гранитная тут гора. Высоченная. Лазит. Смотри, какой стоит гриб. Красота. Да. Вот это красавец. Смотри. Вот еще один. Да? А я тут прошел. Вот, может, ты себе возьми этот. Как раз нам на тарелку и хватит на жарке. Или обратно срежем? Обратно. Вон еще маленький. Здорово. О, да? Красавец. А я как раз к горе шоу хотел. Думал, давай на обратном пути не забыть только как тут. Не пройдем, наверное. Ну и забыли только. Да? Горящую. Ну пошли где-то уже на подходе мы. А этой или той? Эээ, что той? Не-не, сейчас на правого вниз будет где-то. И все. Вот торца там не очень хорошо. Вот и пришли. Ух. 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 Стоянка. Столик. Ух. 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 как-то в глубине там совсем пристань небольшая вот она красивое озеро 10 домик моника ведро стоит печка юр тут уже печка и топор и чайник из сковородки тут и по мне было и чашки сковородки надо мне да вон смотри печка эти посмотри он сковородки чашки масло растительное все это было тут чернышки чайник уголь ясно в общем люди здесь наверное ночевали дождя ну согреться можно такой с такими камнями не нагреть потом всю ночь они тепло отдавать будут да нет наверное почему нет ну может быть от дождя так укрыться сейчас озеро видите какая красота так гранит землю в воду и уходит плавучий остров тут вот это к один край она узкая и длинное озеро пролетное называется вот там клюква тоже растет мы видели но пробраться то они реально ведь по этим гранитом скалам надо лезть еще 300 метров наверно такая красота здесь уже финский оператор ловит элиса он написано мама звонит думаю откуда связь то я тут в роуминге уже он элиса хорошо слышно лучше чем наш билайн ну что нырять купаться с камня да не куда там накачаем лодку сата отчалил нормально учитывая скорость ветра и направление как будто чайными ложками весла я говорю как будто этими ложками гребешь друзья я немножко в сторону еще если отойти то место здесь скала не забирались тогда сейчас я залезу покажу вам она такая достаточно высокая над водой возвышается с нею вид открывается секунду немножко чуть-чуть позабыл куда идти а вот нет или нет это место сейчас посмотрим на меня его будет видно какой хребет вон юра плавать здесь такой обрыв надо аккуратно внизу сразу вода там причал обошел вокруг ведь какая скала прямо уходит такое отсюда вид на озеро ну как дела юр я здесь на горе тишина вот там заболоченный берег там клюква растет но туда пробираться очень тяжело мы пробовали лесом пройти там под подчебе либо вот по таким горам вот через этот лес вдоль берега надо проходить на тут черт ногу свернет там дальше такая оу да конечно причал то там а глубину померил я хотел вам показать вот сколько здесь ловит финских операторов sonero fi у мегафон тоннаж на фи алиса и дна и фи sonero тут наверно у меня колесе на автоматически подключилась сейчас посмотрим камеру например к sonero так неправильно автоматически нет сети из она ну пускай и леса будет в общем вот находимся уже тут в роуминге филляндия ближе чем россия нет в россии конечно тут до границы наверно меньше меньше десяти километров юра все ставит сеть что ли наверно а теперь другого оператора приключилась фи дна сама она или я пощелкал так погодка замечательная анташа говорит сегодня в питере пасмурно а в москве вообще насти говорит дождь у нас вот такая красота лето продолжается такой отсюда вид такая обалденная сосна высокая одинокая стоит так что вот друзья дышим свежим воздухом ловим последние летние дни но может быть не последний еще лето будет теплое нашел от какой-то птички перышко смотрите какой красивой расцветки не знаю видно не видно маленькая черная белым синим здесь на скале почему-то я не знаю вот их несколько перышков таких лежала вот вот еще перышко еще перышко такие красивые не знаю от какой-то птички пошел обратно на пристань скоро юра подплывет нужно его встречать черники поклевать что ли посмотрите друзья ну рассказывай где рыба с рыбой уже плывешь причаливай обратно как тебе надо было задам лучше оттуда давай держу бросай ложки столовые смотри о нога белая красивенная все три рядом два здесь стояли один повернулись здесь может что-то где-то еще это белые все обычно с кучками я нашел один ходи вокруг ну да так примерно в радиусе трех метров что найдешь ну тем не менее три штуки почти на одном месте оп возвращаться домой пойдем приозерский я торпеду сделал лучше березки березки второй день приехали пойдем опять на озеро следующее утро я говорю на камеру следующее утро говорю приехали уже сегодня наверное вообще жара будет ветер маленький вот там друзья большой муравейник стоит тут муравьиная тропа вот они куда-то из себя ползут вот сколько муравьев целая дорожка вдоль дороги остановились на этом же месте где вчера срывались грибы пожалуйста раз раз и вон там еще два грибочка все в одном месте пожалуйста раз раз сейчас посмотрим еще может где-нибудь есть маме возьму раз два три четыре пять и вот такой еще красавец все в одном месте вот поляна 15 метров на 15 надо же за ночь вчера не было такой еще красавец у вчерашнего домика смотрите грибы белых три четыре пять шесть семь восемь вот здесь два вот здесь 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 вон там стоит большой смотрите вон там что штук 15 или 20 на одном месте белых я такого не видел ничего себе сейчас возьму нож будем срезать о урожай за 10 минут вот гляньте под мешочком спасибо как а юра у нас готовит лодку на сплав пойду здесь еще посмотрю вокруг все на этом участке о пять квадратных метров даже меньше тут некоторые еще оставил я совсем маленькие но ножки конечно некоторые червилые вот тут парочку оставил еще растет тут где-то еще вот два маленьких три даже я оставил не буду брать так что вот первый раз такой у меня вот еще гриб торчит один можно взять о смотрите друзья вот это да вчера вода не такая была вчера просто солнца здесь не было отвернувшись оно было что ты ее набери в какую-нибудь емкость она все равно желтоватая будет это кажется эти все лесные озера а вот ту которая то маленькая мы купались она вообще желтая вода вот так вроде на ладошке вот так вроде на ладошке в следующий раз можем сходить просто знакомиться туда к этому она малиновская где вода прозрачная где купаются нет другую от бункеров туда идти которые это за фермера за фермера а за гену то что пень прямо усеян чагами не знаю наташа просила меня взять несколько грибов ну или в крайнем случае потом можно будет приехать посмотрите сколько много здесь пень и там еще один большой на паньячага а в нашем лесу их почти нету что-то не стало вот еще здесь наверное уже какой-то старый хожу посмотрю еще немножко грибочков юра уже на озере пока юра на озере еще два-три нашел смотрите отошел вот двадцать метров вот вот беленький это и то я слепой половины наверное не вижу такие друзья у меня первый раз в жизни что столько маленьких белых все на одном месте я такого вообще никогда не видел правда надо отдать должное у многих нога червивая суха срезаю одни шляпки остаются ноги да червивые друзья ну вот выходной день закончился еду уже домой по скандинавии смонтирую на днях видео может сегодня завтра не знаю посмотрим для вас так что смотрите задавайте вопросы до новых встреч пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон